Итак, она звалась Татьяна, хотя сегодня больше о том, чем она занимается. Татьяна Конова уже больше 15 лет на верной службе в войска Подмосковья. Пришла с самого его открытия и ни разу не захотела уйти. Хотя начинала свой путь в медицине. Когда у меня исполнилось 17 лет, я получила медицинское образование и сразу же, без промедления, пошла работать в нашу Щелковскую районную больницу номер 2. И работала там по трудовой книжке, получается, у меня 7 лет. Вот поэтому-то наладить работу медкабинета в войска, чем изначально занялась Татьяна, не составило труда. Дальше больше молодая сотрудница занялась развитием спортивно-оздоровительных услуг, быстро став заведующей отделом. Она яркий пример современного труженика, можно уже сказать, руководителя. И она придумала начать занятия с детками от 3 лет. Дальше даже появились секции, не просто какая-то развивающая гимнастика, но и создавались команды, футбол, художественная гимнастика и прочие виды спорта. Потом пенсионеры, ветераны тоже. Она организовала для них целый ряд занятий, которые на бесплатной основе мы проводим, так называемая, социальная политика. Сейчас Татьяна Конова – заместитель директора спорткомплекса. Вместе с должностью выросли и профессиональные навыки. У нее три высших образования. За свое учреждение болеет душой. На ней львиная доля организационной работы – встречи, совещания, контроль. И, конечно, инициативы, в чем молодому заму не откажешь. Татьяну ценят коллеги – и начальник, и подчиненные. Как коллега, она, конечно, такой очень требовательный руководитель, но справедливый. Она совмещает и авторитет, и свой профессионализм, и свои такие вот человеческие качества. То есть в одном человеке, может быть, в нескольких, она может быть ипостасях. И во всех ипостасях она себя нашла. За свой труд активный руководитель не раз получала награды, причем самого высокого уровня. Становилась лауреатом премии «Наше Подмосковье». Была лично отмечена главой региона, а вот об этом признании заслуг говорит с особым трепетом. И одна из самых значимых для меня наград – это диплом победителя российского конкурса «Менеджер года» в номинации «Физическая культура и спорт». Это российский конкурс, и российский конкурс, и в нем я победила. Мне нравится все в моей работе. Нравится, что у нас много мероприятий. Мне нравится, что у нас такая миссия большая, светлая, что мы несем такое хорошее дело, делаем для людей. И, конечно, я очень люблю свою работу. Татьяна Конова – это пример руководителя «Новатора». На ее рабочем столе всегда профессиональные журналы, а недавно она даже сама стала автором книги, обобщив накопленные знания. Ее книга «Менеджмент спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций» быстро нашла своего читателя. Может, потому, что работа и развитие для Татьяны синонимы, ведь она не просто зам в учреждении, она и преподаватель йоги, член общественной палаты, а в будущем, может, даже депутат. Впрочем, за что бы ни взялась, наверняка научится. А нам остается только поздравить талантливого менеджера с праздником труда. Праздник труда – это еще одна возможность сказать спасибо тем, кто своей ежедневной работой делает наш город, да и все Подмосковье лучше. И, несомненно, одна из них – Татьяна Конова. Наталья Медведева, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».